Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Пересел я на дизель и как вы сами понимаете частенько стал заправляться не на заправках, а с канистр. Если у вас дизель, то вы сами понимаете, что лучше всего когда в гараже есть запас. Но также вы знаете как неудобно наливать с канистр через лейку в бак автомобиля. Иногда разливается, иногда бывает попадают капли на ноги, иногда руки все в этом дизеле, потом тяжело вымыть, воняет. В общем много неудобств. Но опять наши китайские друзья пришли на помощь. Я на сайте Алиэкспресс нашел вот такой 12 вольтовый насос специально для перекачки дистоплива. Пришел он в такой помятой упаковке, но сам насос целый. Сейчас я вам покажу, продемонстрирую как он работает. Мне самому было это интересно, я уже протестировал и хочу с вами поделиться. Поехали! Итак друзья, вот он сам насос, вот так вот он выглядит. Здесь установлена сетка фильтр, под ним крыльчатка. При желании для чистки, вот так вот отсоединяется. И под ним вот такая крыльчатка. Сейчас мы будем с одной канистры в другую перекачивать. Я уже подсоединил прикуриватель, подобрал шланг по диаметру, натянул двухметровый шланг. Насос мы погружаем в дистоплива. Тут у меня 15 литров дистоплива. Вот так. Единственное, что недостаток, это включение. Выключатель, если бы был в другом месте и шнур был бы подлиннее, было бы намного удобнее. А так шнур здесь порядка двух с половиной метров. Вот с канистры шнур выходит. Он у меня проходит через салон и прикуриватель вставлен. Выключатель имеет вот такой вид. Прямо на шнуре. В общем, сейчас включим. И я вам покажу, как он работает. Как он тянет. Специально подниму канистру повыше. Канистра повыше на уровне бака. Включаем. И беззвучный процесс пошел. Вот дистоплива уже идет. Вот такой напорчик. Поднимаю канистру специально. Как видите, напор практически не меняется. Вот так он будет закачиваться в бак. Автомобиля. Со дна бочки. Звука практически никакого нет. Теперь я его сейчас вытяну. Пусть он воздух захватит. Вот захватил воздух. Вот я пустил в дистоплива. Все. Затянул. И прекрасно тянет. Производительность этого насоса порядка 10-12 селитров в минуту. Видите, уже сколько набралось. Бесшумный, беззвучный и очень малогабаритный. Сейчас я выключу его. Еще раз обратите внимание на то, что он свободно проходит через горловину канистры. То есть любая пластиковая канистра, любая пластиковая бочка, металлическая бочка. Он свободно туда войдет. Диаметр ориентировочно около 3,5 сантиметров. И длина где-то около 110-120. Но у него еще есть одно очень большое преимущество. После того, как закачали, мы остановили процесс, закачку. Дистопливо само стекает назад по шлангу. То есть там клапана никакого нет. И оно стекает. И наш шланг постоянно свободный. То есть насос можно свободно держать в бочке постоянно. Вы подъехали, вставили. Но желательно вывести, конечно, выключатель под рукой, чтобы был. Вставляйте в бак и включайте выключатель. Ну вот, друзья, я вам продемонстрировал все как мог. Самое главное для меня было донести для вас суть вопроса, чтобы вы увидели, как эта штука работает. Если для вас видеоролик оказался полезным, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ставьте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Обязательно просматривайте все остальные мои видеоролики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok